мне очень повезло на своем пути я встречала очень много талантливых друзей талантливых в дружбе не показательных не показных а настоящих мне повезло встречать очень чутких глубоко понимающих коллегов музыкантов мне повезло что я даже случайно где-то сидя в кафе или идя по улице могла встретить встретиться взглядом с человеком который мог какую-то долю секунды понять мое состояние ли сознание и подсказать что-то это так было всегда самого детства мне всегда везло видеть в жизни что-то такое что наверное не всякий мог отметить повседневной простой жизни я не знаю как это объяснить когда слушаешь сердцем все что вокруг окружает все формы всех людей независимо от их мировоззрения людей независимо от их социального положения когда умеешь это понимать и чувствовать то возникает именно такое ощущение единение единение когда есть одинаковость всех а а именно вот такое везение везение в уме не понимать не отбрасывая факта что все люди неповторимы неповторимы потому что они рождены однажды в этом теле эта душа выражает себя именно так и когда начинаешь считать или понимать эту книгу души открываются открываются самые-самые необычные моменты которые вдохновляют радуют или огорчают от которых становится тепло уютно или наоборот страшно страшно наверное вот эта вот способность понимать окружающее и умение понимать окружающих людей и есть та основная нить основная сила которая позволяет творить создавать мелодии импровизировать нестись в этом бесконечном потоке звуков и тишины быть в этой бесконечной реке которая называется песня Соломона наверное я все же наивный человек потому что я верю как маленькие дети верю в то что искусство и музыка да и наука да и наука и вообще человеческая мысль способна изменять природу изменять природу космоса изменять природу земли я верю я верю в то что погодные проявления не важно не только ураганы землетрясения и прочее и прочее но и просто солнечная погода туманным туманным день все это есть проявление проявление технологии технологии развиваются все быстрее и быстрее и возникают все новые и новые формы вот это вот взаимосвязь погоды или же проявлений природы с жизнью самого человека становятся все более и более тесными или тесно связанными мне даже кажется что однажды или уже я не могу этого точно сказать но вот эта взаимосвязь станет очень близкой или уже стала близкой что природу можно контролировать не только в смысле хороших урожаев или же солнечной погоды над красной площадью но еще глубже мне также кажется что сознание всей суммы людей которые сейчас дышат вдыхают и выдыхают воздух что она в какой-то определенной точке едина несмотря на то что каждый человек не важно жил или будет жить в будущем все эти миллиарды 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 жизней человеческих каждая из них неповторима вот такая удивительная мысль или открытие не знаю насколько это важно об этом сказать но не откидывая свое сознание в какие-то предсказания или нострадамусы мне хотелось бы от глубины души самой себе во-первых самой себе пожелать чтобы искусство музыка литература наука а также все верования религиозные или философские наконец начали суммироваться в некое единое облако сознания которое касалось бы каждого человека в его том интуитивном и бессознательном чтобы каждый человек если так случилось что мы изобрели интернет и мобильные телефоны все прочее чтобы в противовес этому возникло что-то такое что было всегда до изобретения всего этого чтобы это изобретенное до одержало бы победу и стало бы всегда с нами сопровождающей частью информации чтобы каждый человек слушал не только ушами и смотрел глазами в интернет и пропадал в этом интернете или слушал этот телефон но и сердцем слушал все что происходит вокруг и чтобы сердцем слушал ту невидимую книгу знания знания которое было до того когда интернет был изобретен если за человеком остается право воле изъявления мне хотелось бы выразить эту мысль это желание чтобы эта книга мудрости история человечества хранилась в каждой потаенной в каждом потаенном уголке души каждого человека и тогда и тогда возникает надежда что не все так плохо что не все так не все так жестоки что это глупая игра про то чтобы знать что каждый момент певица думает или каждый момент человек думает чтобы эта игра выделять кого-то из этой среды и пытаться понимать каждую мысль перестала быть самоцелью именно для этого я хочу открыто сказать в этом видеодневнике о чем я думаю не просто писать красивыми словами или бросаться красивыми словами но выразить все это в четкой языковой форме с желанием что наконец люди перестанут играть в плохую игру а начнут уважать друг друга начнут вспоминать и помнить о том что есть плюреализм есть многомерность пространства есть право иметь свое собственное мнение и не втягиваться в какие-то глупые игры уважать друг друга мне очень хочется чтобы люди уважали меня тяжело быть певицей потому что мои связки они открыты в них можно сказать я выражаю мысли словесной и это это можно почувствовать технология уже развилась настолько далеко что частную жизнь собственную невозможно сохранить я думаю что это происходит не только здесь в Вене в Европе это происходит уже везде и в Америке просто люди боятся признаться в этом мне очень хочется чтобы люди осваивая новую технологию понимая силу этой новой технологии научились все же различать разницу между машинами и людьми и научились бережно относиться к друг другу особенно к тем людям которые находятся всегда всегда на виду сегодня 8 января это второе видео 8 января 2018 года